Гэтым жанчинам на двоих у сумме амаль 180 годов. А пошние 30 годов сестры звездки хмелянец Рогачевского района живут разом. Не глядяши на шановную взрослые, они все еще опрацовывают огород, робят консервацию на зиму. Пенсию расходуют по минимуме, основную частку откладывают. На минулым тыдни их наведали непрошенные гости. Я сегодня выпил перничник, я вышла крыльцо измитать, и они сюда. Вот, мы, пап, вы пенсионеры, да, мы старшие по обеспечению, и дома у вас проверить, как вы живете, и что вам, чем вы нуждаетесь. Так хорошенечко к нам подлезли, нас на это, давай вера, где дров вошнем, и на тетради выняла записать. Я говорю, нет, не надо, зима. Мы говорю, здоровья нема, я не вот тут зрушить, а надо пероносить их. Да и все. Не кажу, не надо. Не надо, не надо. И дали боли, мы сказали, идите, нам ничего не надо. Мы уже помирать собираемся. Жанчины, океи выдали себя без асоциальных работников, были настойливые. Кали трапили у хату, поклали на стол две пачки печива и пакетку, группу якости подтверждения своих добрых намеров и пропоновали пройти медогляд. А меня залепили тут горб. Скоро вызваю, вызваю. Не надо, говорю, мне скоро, мы уже помираем. Мы уже все, нам не надо, кажу, ничего. Ну, его я не все. Ой, и мы вам дарма выпишем. И торг, и дров вам дарма выпишем. Вор, кажу, у меня все не надо полететь. А тут еще над подпором стоить хлев. Еще, еще надо. Еще надо. И, так она, мы еще пособим. Пособим. Так сейчас, как сказали, последнее это слово, еще приедем к вам. Еще приедем. Так даже третья на порог, я это не бачила уже. Ходите скоронько. Через порог ноги не переклала. И за их, и побегли скоронько. И сейчас на Сашу. И сейчас, только я это подняла, сейчас сколько из моих слухали. Глухий черт. И цап у кармана. Гроши нема. Гроши нема. И от милиции. На место здарения выехала оперативная группа. У жанчин зникли их пенсии. 450 денаминованных рублев. Следшие пытали потерпелых, высветлили, что подозренные были опрануты ухустки, черные скоронные куртки, дали ориентировки. Али затримать их по горячих следах не отрималася. Покинутые ими продукты, харчевания, так само и другие доказы накированы на экспертизу. Сегодня из деревни Хмиринец Рогачевского района к нам поступили предметы, взятые с места происшествия, которые, по мнению Следственного комитета, могли побывать в руках преступников. В данный момент экспертами отдела ведется работа по обнаружению биологического материала. При наличии клеток будет выявлен генотип, который мы сравним с имеющейся базой. И таким образом в следствии появится возможность выявить личность людей, которые могли держать в руках изъятые предметы. На наступный день еще один такой гость наведал хату в Весцы Соленая Жлобинского района. При подобных околичностях сникли гроши в сумме 140 рублей. Аналогичные факты, крадя жумаемость, имели место в Гомельском, Калинковицком, Петриковском, Мазырском, Нараулянском и инших районах Гомельской области. В последнее время в нашей практике участились случаи совершения хищения имущества у лиц престарелых, а также лиц одинокопроживающих. Чаще всего к данным лицам приходят женщины под видом социальных работников, которые под предлогом оказания каких-либо услуг, оказания медицинской помощи, либо предоставления каких-то продуктов питания, втираются в доверие и в последующем совершают хищение. Уважаемые престарелые граждане, если к вам дом под видом социального работника пришли неизвестные лица, то вас это должно насторожить. Сообщите об этом своему социальному работнику, либо не пускайте данных лиц к себе в дом.